Здравствуйте! Я Питер Цукахира, и на этом занятии мы с вами рассмотрим вопрос, «Управляет ли Бог Своим Царством, используя закон?» Мы видим в книге Исход, 19 главе, «Бог избирает Израиль быть воплощением Его Царства». В следующих главах книги Исход, первое, что Он делает, как царь, Он зовет на гору Своего Пророка и дает Ему закон Царства. Таким образом, в самом начале мы узнаем некоторые важные вещи о Царстве Бога. Первое. Наш Бог правит по закону. Итак, в одни Моисея все народы управлялись царями. У них не было демократических республик, как у нас сейчас. И для всех народов вокруг Израиля царь и являлся законом. К примеру, в Вавилоне Навуходоносор был царем, и, что бы он ни изрек, это становилось законом Вавилона. В Египте царем был фараон, и, что бы он ни сказал, это становилось законом. Это означало, что если фараон просыпался в понедельник утром, и ты ему нравился, значит, с тобой будет все в порядке, и твоя семья будет в порядке, твой бизнес будет в порядке, и твое будущее в Египте в порядке. Но если фараон проснулся во вторник, и по какой-то причине ты ему не понравился, у тебя проблема, у твоей семьи проблема, в бизнесе грядут проблемы, у тебя больше нет будущего в Египте. Но Бог с самого начала говорит, «Мое царство так не действует». «В Моем царстве я прежде объявлю тебе требования, и потом их менять не буду». Это означает, что в царстве Моем каждый точно знает, какое место он занимает со мной. Нет необходимости пытаться мне льстить, нет необходимости пытаться манипулировать мной, нет необходимости выбиваться в мои любимчики. Просто делайте то, что я говорю, и все с вами будет хорошо. Теперь в Новом Завете встает вопрос, правит ли Бог до сих пор в Своем царстве, опираясь на закон? Мы видим в Писаниях Нового Завета, что отсутствие закона является серьезным преступлением. Давайте проследим за новозаветним греческим словом «аномия», которое переводится как «отсутствие закона». Откройте со мной Матфея, 24 главу, и посмотрите, какими словами Ешоа описывает последние времена. Матфея, 24 глава, с 12 стиха. Ешоа говорит, «И по причине умножения беззакония, аномия, во многих охладеет любовь». Ешоа говорит, что в последнее время будет у людей определенный объем любви к Богу, который они потеряют из-за отсутствия закона. Он не говорит, что они потеряют свою любовь из-за нехватки милосердия или нехватки доброты, но поскольку закон больше не защищает их, они потеряют и ту любовь, которая была у них. Давайте обратимся к словам апостола Павла. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих, Павел описывает характеристики антихриста, который грядет, человека, который воплотит злой план сатаны против земли. Вот что пишет Павел под водительством Духа Святого. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха». В греческом оригинале «беззаконие», «аномиас», «сын погибели». Апостол Павел под воздействием Духа Святого описывает антихриста не как человека, подверженного коррупцией или одержимого насилием, но описывает его как человека беззакония, человека, который отверг законное правление Бога. Давайте вернемся снова к словам Ешоа, к самому сердцу его учения о царстве на горной проповеди. Посмотрим, что Ешоа говорит о верующих. Откройте со мной Матфея 7 главу с 21 стиха. Ешоа говорит, «Не всякий, кто говорит мне «Господи, Господи», войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца». Многие будут говорить мне в тот день «Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве мы не изгоняли Твоим именем демона, вы не сотворили много чудес?» Но тогда я отвечу им, «Я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники». Здесь вновь нам встречается слово «аномия» – отсутствие закона. Ешоа буквально говорит, «Способность творить чудеса или изгонять демонов не делает вас автоматически частью Его царства». «Быть же частью царства Бога попросту означает, что вы находитесь под властью Его законов, потому как царство Бога – это место, где и когда Он правит как царь». Ешоа говорит, что в последний день, судный день, люди придут к Нему и будут говорить, что делали столько замечательных вещей во имя Твое. Но Ешоа скажет, «Хорошо, но был ли я Твоим царем? Правил ли я Тобой?» Потому именно так я и понимаю быть в Царстве Бога. Давайте взглянем на еще одного свидетеля Нового Завета, апостола Иоанна. В 1 Иоанна, главе 3, стих 4, он весьма ясно говорит о природе беззакония и ее взаимоотношениях с грехом. Он пишет 1 Иоанна 3, стих 4, «Кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех – это беззаконие». Это сказано довольно-таки ясно. Есть в Библии параллель между главой 19 книги Исход и главой 4 Матфея, а также между 20 главой Исхода и 5 Матфея. В 19 главе книги Исход Бог избирает Израиль своим царством, а в следующей 20 главе Он зовет своего пророка на гору и дает ему закон своего царства. В Матфея 4 главе Ишуа избирает 12 учеников своими апостолами, а в следующей главе берет их на гору. Эта гора находится в Галилее и дает им законы своего царства. Давайте послушаем слова Ишуа, когда он описывает роль закона в его царстве в самом сердце своей замечательной Нагорной проповеди. Откройте со мной Матфея 5 главу, будем читать 17 стиха. Ишуа говорит им все это там, в Нагорной проповеди. «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков, я пришел, чтобы исполнить, а не отменить. Говорю вам истину, пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка не исчезнет из закона, все сбудется. Кто нарушит даже самую маленькую заповедь и научит других нарушать ее, тот в небесном царстве будет наименьшим, а кто исполнит заповеди и научит этому людей, будет велик в Царстве Небесном». Не знаю, как вам, но мне кажется, быть названным великим, самим царем, это должно быть нечто действительно прекрасное. И есть только три места, которые я знаю в Новом Завете, где Ишуа сам говорит, что значит быть великим в его царстве. В одном месте он говорит, что вам нужно иметь простоту и веру, как у детей. Во втором месте он говорит, что нужно быть готовым стать всем слугой, для того, чтобы восстарикли великим в его царстве. И вот третье место Писания, если вы сохраните заповеди Божьи и научите других поступать так же. Ишуа обращается к еврейской аудитории тут в Нагорной проповеди, потому, конечно, у них должны были возникнуть вопросы о законе. Имел ли он в виду, что они должны стараться строго соблюдать 613 повелений Тора? Это было то, что пытались соблюдать фарисеи. Зная, что тут возникнут вопросы, Ишуа сопровождает эту фразу не одной, не двумя, не тремя, четырью, пятью, но шестью иллюстрациями о том, что он подразумевает под законом в Царстве Своем. Давайте взглянем на первые одно-две иллюстрации, и вы начнете понимать направление его мысли. Откройте со мной пятую главу Матфея, стих 21, и мы увидим первый пример Ишуа. Он говорит, «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Здесь он, безусловно, цитирует одно из десяти заповедей, которые практически универсально везде в мире понимаются, как закон Божий «не убей». Но что царь этого царства говорит об этом законе в его царстве? Давайте откроем книгу и прочтем следующий 22 стих. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рока», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит Диене Огненной. Вот слова нашего царя. И он говорит, что в его царстве грех происходит не в тот момент, когда ты взял в руки оружие и убил кого-то. Грех – это когда вы укрываете гнев в вашем сердце. Этого достаточно, чтобы убить кого-то другого. И что Ишуа говорит, кроме того, он говорит, что желает править в сердце, в духе, над мотивами и истоками нашей внутренней жизни в первую очередь, прежде чем он будет властвовать над нашим поведением. Он совершает закон. Вот что он подразумевает, говоря, «Не думайте, что я пришел отменить закон. Я пришел, чтобы перевести его на совершенный уровень». Давайте посмотрим на вторую из его шести иллюстраций, просто для того, чтобы укрепить то направление, которым он ведет в Нагорной проповеди. Взгляните на стих 27. Вы слышали, что сказано о древнем «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ишуа говорит о том, что грех зародился не тогда, когда вы по плоти совершили действия против своей семьи, разрушая семейные взаимоотношения поведением своего тела, но тогда, когда вы в сердце своем задумали это и сокрыли это желание. Он говорит, «Вот где Бог хочет повелевать вашей жизнью, на уровне истоков и помышлений сердец ваших». Он поднимает планку. Теперь мы понимаем, что эти заповеди становятся повелением нашего царя, а не полезными советами от нашего хорошего друга Ишуа. Он не только наш Спаситель, Он не просто Сын Божий, Который пришел так сам по себе помочь нам. Он – Царь Царства. И не в Его обыкновении говорить своим ученикам, «Новое предложение я приготовил для вашего рассмотрения». Нет, в Его обыкновении говорить ученикам вещи вроде, «Новую заповедь я даю вам». Да, конечно, Он сказал своим ученикам, «Вы друзья мои, но позвольте напомнить вам, каково продолжение этой фразы. Вы, друзья мои, если исполните то, что Я заповедал вам». Никогда не забывайте, «Я Царь Царства». Если вы помните о том, что мы можем быть близкими друзьями, вы можете понять истину того, что Я говорю вам. Ишуа берет закон, который был дан через Маше детям Израиля, и поднимает его на совершенный уровень, а для того, чтобы достичь этого уровня, быть способными жить с законом на первом месте, нам необходима невероятная благодать от Бога. Давайте подведем итог. Бог по-прежнему управляет Своим Царством, опираясь на закон. Он начал с того, что дал закон Израилю, и когда Ишуа пришел, восстанавливая Царство Бога Израиля, Он не упразднил закон Божий. Он, напротив, поднял его на новый совершенный уровень. Снова и снова на протяжении Своей самой известной и сильной проповеди Ишуа берет закон Божий и поднимает его на совершенный уровень. Это показывает нам настоящее значение благодати в Новом Завете. Нам необходима благодать Божья. Нам необходима сила Божья. Нам нужна милость Божья каждый день, хотя бы просто для того, чтобы приблизиться к повиновению заповедям нашего Царя. Благодать на самом деле поразительная. На следующем занятии мы намерены поговорить об этой поразительной благодати и научиться тому, что значит ходить в духе закона и таким образом исполнять требования Бога и распространять Его Царство, куда бы мы ни шли. Переведено и озвучено студией Oasis Media. Наш сайт oasismedia.tv